Уважаемые дамы и господа, я очень рад действительно за последнее время второго раз быть в Крыму. Только здесь уговаривались глобальные проблемы, мировые. И сейчас я хотел бы уже говорить и быть очень предметным. Потому что кризис понятно. Что такое кризис? Ухудшение экономической ситуации. Она ухудшается, значит правительство должно реагировать и создавать стимулы для экономики, создавать стимулы для инвесторов и внутренних, и внешних. Что мы сделали за последнее время? Куда нацелены инициативы правительства Украины? Первое. Позиция, мы понимаем, нам необходимо улучшать рынки сбыта. Мы буквально меньше месяца назад было проголосовано соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ, ратифицированное парламентом, и мы получили возможность не ухудшать ситуацию по этим рынкам, а через 6 месяцев мы начнем рассматривать те ограничения и убирать те ограничения, которые у нас были сформированы за последнее время. Что в перспективе? В перспективе мы до конца этого года должны подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. И хотел бы напомнить, с Европейским Союзом мы имеем уже подготовленное соглашение об ассоциации, которые включают в себя в том числе и соглашение о зоне свободной торговли. Это соглашение полностью подготовлено, и самое главное, приняты все законодательные акты, которые требовались для этого. Вторая позиция. У нас сложная ситуация с энергетикой и, прежде всего, с газовой. Газовая проблема. Мы с 2005 года имеем резкое увеличение цен на газ с 50 долларов в 2005 году до 521 доллара в этом году. И, естественно, мы должны реагировать на эти вещи. Что было сделано и куда мы будем двигаться? Первую позицию. Мы увеличили достаточно серьезно добычу собственного угля. Мы проинвестировали в угольную промышленность Украины и добавили за два года 6 миллионов тонн. Вторая позиция. Мы идем на то, что мы стимулируем так называемый зеленый тариф. Сегодня я прилетал сюда и видел самую большую в Европе солнечную электростанцию. Мы наладили практически полностью производство солнечной энергии в Украине. И такие станции все больше и больше начинают развиваться и появляться в Украине. Интересная цифра, которую мало кто называет и мало даже говорят об этом средством массовой информации. За 2010-2012 года мы возобновили работу 58 малых гидроэлектростанций. 57 – одна новая, а 57 – восстановленная. Только в 2012 году мы запустили в работу 26 гидроэлектростанций. Правительство приняло и начало рассматривать проект по достройке двух ядерных энергоблоков на Хмельницкой атомной станции. Очень интересные три проекта. Сейчас уже были проведены три международных тендера. На добычу сланцевого газа два проекта, которые выиграли в одном случае «Шелл», в одном «Шеврон». И третий проект по «Шельфовому газу». Инвесторы взяли на себя обязательства и по выражениям президента «Шелл» в Украине, если так пойдет дальше развиваться инвестиции в этот сектор, то за 10 лет мы полностью уйдем от импорта газа. Вторая позиция. Это следующая позиция, которая нас интересует, это система налогоблажения. Мы за два года снизили ставку налога на прибыль с 25, сегодня это 21%, с начала года 19%, с начала 2013 года. И этот налог по 2% будет снижаться до 16%. Мы снизили количество налогов с 42% на центральном уровне, который было, до 23%. Сегодня подготовлен законопроект, который сокращает от количества налогов до 9%. Я надеюсь, что в ближайшее время Кабинет министра его рассмотрит, и мы сможем его реализовать через парламент. С 2014 года решение уже принято, это записано в налоговом кодексе, мы снижаем ставку на добавленную стоимость до 14%. И уже снизена ставка на дивиденды, она составляет сегодня по Украине 5%. Мы приняли ряд решений, которыми простимулировали некоторые отрасли и некоторые проекты. Мы в ближайшее время будем анализировать эти льготы, которые мы дали. Некоторые отрасли, я думаю, нам придется и дальше еще стимулировать. Мы получили очень хорошие результаты по поддержке космической и самолетостроительной отрасли. Практически все наши предприятия, которые находятся в этом секторе, за последнее время увеличили количество работающих и увеличили количество инвестиций в свое развитие. Мы приняли закон об индустриальных парках, который буквально две недели назад, как начал работать, целый ряд льгот предусматривается при вступлении в силу этого закона. Во-первых, в эти зоны будет нулевая ставка на возную почтенную по оборудованию. В этих зонах будет упрощен доступ к подключению ко всем коммуникациям. Я говорю об электроэнергии, о тепле, о воде и о канализации. В этих зонах уже есть запрет на то, что строители должны какую-то часть местным советам отчислять в виде инвестиций для развития местных советов. Здесь это убрано. И здесь значительное упрощение по аренде и по выкупу земли планируется ввести для инвесторов. Закон вступает в силу с 2013 года, с 1 января. А, нет, извините, закон вступил в силу через 2 недели назад. А то, что с 1 января вступит в силу, это 3 закона, которые поддерживают уже другое направление. Мы даем льготы по проектам. Какие льготы и кому? Мы предусмотрели 3 категории инвесторов. Малого, среднего и крупного бизнеса. Малому бизнесу мы даем льготы в том случае, если инвестируется более 500 тысяч евро и создается более 25 рабочих мест новых. Среднему бизнесу больше миллиона евро и крупному бизнесу более 3 миллионов евро. С созданием, соответственно, 50 и 150 новых рабочих мест. Какие льготы? Первое, льгота на налог на прибыль. 5 лет нулевая ставка на эти инвестиции и 5 лет еще 50% на действующую ставку налога на прибыль. Мы даем нулевую ставку на все новое оборудование, которое не изготавливается в Украине по ввозной почте. Мы даем ускоренную амортизацию и оборудование, которое завозится, получает вексель на налог на добавленную стоимость на 60 лет. Валерий Иванович говорил о наших приоритетах в области регуляции. Мы имеем целый блок решений, которым мы продолжим то, что мы делали. Мы сумели, мне кажется, изменить ситуацию в целом ряде направлений, но в частности мы убрали более 90% лицензированных видов работы. Мы практически все лицензии сделали бессрочными. Мы максимально стараемся разорвать контакт бизнеса с чиновниками, создавая специальные разрешительные центры и имея достаточно четкую программу по электронному правительству. Тем не менее, мы, надеюсь, сможем в ближайшее время продемонстрировать здесь хороший прогресс. Очень важен закон, который уже принят парламентом, закон по занятости, который вступает в силу тоже сентября 2013 года. Это все решения, которые мы направляли на улучшение инвестиционного климата в ответ на ту ситуацию, которую мы видим по улучшению экономической ситуации, прежде всего, в Европе. Закон дает целый ряд привилегий всем тем, кто создает новые рабочие места. Скажем, если это малый бизнес, до 50 работающих, если вы принимаете людей на работу, то вы год не оплачиваете единый социальный взнос, это порядка 40% на фонд заработной платы на все эти рабочие места. Если вы берете на новые рабочие места так называемые людей из так называемой неконкурентной группы, это инвалиды, это молодые люди, которые первый раз идут на работу, это молодые мамы или молодые родители, которые воспитывают людей до 6 лет, вы за таких людей единый социальный взнос тоже не платите в год. Если вы создаете так называемые технологичные рабочие места, то независимо от того, кого вы берете на работу, единый социальный взнос в год выплате 50%. То есть я думаю, что это сыграет тоже такую хорошую положительную роль для инвесторов. И также хочу сказать, что мы в ближайшее время не планируем снижать социальные стандарты, что очень важно для нас в нынешней ситуации, потому что мы понимаем, что это сразу же приведет к тому, что мы получим уменьшение внутреннего спроса и снижение внутреннего потребления. Сегодня мы имеем небольшую, я считаю, в сравнении с другими европейскими странами, небольшие внешние долги. На конец года наш долг к ВВП будет составлять 36%. Хочу подчеркнуть, в 2010 году, когда пришло правительство, этот долг составлял такую же цифру по отношению к ВВП. И нам удалось за последние два года значительно поддержать социальные стандарты. Так я хочу сказать, что минимальная пенсия у нас выросла на 50% за два года. Минимальная заработная плата выросла на 50%. Мы значительно увеличили выплаты при рождении ребенка. Практически эти выплаты выросли более чем на 120%. И я мог бы, поскольку это моя ответственность, мог бы много еще говорить, но могу сказать одно. Социальные стандарты в ближайшее время мы снижать не будем, потому что мы понимаем, что это для нашей экономики плохо закончится. Дефицит бюджета нашей экономики на следующий год мы планируем 1,65% с 15%, который мы имели в 2009 году. Если будет интересно, могу отвечать на вопросы, за счет чего мы планируем это сделать. Спасибо за внимание. Извините, что немножко плохо.